Восхищение Церкви Праздники – это тень будущего, а тело – во Христе. Если про первые три праздника Господних нам известно, как они воплотились, то есть в Песах, в Пасху, Иисус умер на кресте, как агнец закладный. В Опресноке он был в смерти, лежал в гробу, и ученики были в страшной скорби. Таким образом они очистились от заквасок человеческих, от заквасок религиозных. И дальше идет праздник первого снопа, это второй день опресноков, и в этот день воскрес Иисус, став вот этим самым начатком первым снопом. Таким образом первые три праздника Танаха осуществились в Иисусе Христе. Дальше осуществился праздник Шавуот, Пятидесятницы. И в этот день Дух Святой сошел на Первую Церковь в Иерусалиме, запечатлев их Святым Духом. Остались неосуществленными три праздника, перечисленные в законе Моисея. Это Йом-Теруа, праздник труп, Йом-Кипур и Суккот. Так вот почему-то связывают восхищение церкви именно с Суккот, но при этом упускается, что должны вначале осуществиться праздники Йом-Теруа и Йом-Кипур. Так вот, праздник Суккот будет осуществлен, но это самая последняя фаза, когда об этом сказано, что мы, оставшиеся в живых, вместе с ними будем восхищены, будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. То есть это последняя фаза. А то, что прежде сказано, что мы не предупредим умерших, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, это происходит задолго до того, как произойдет последняя часть фразы, когда будем восхищены встретения Господу на воздухе. Первая часть, которая, собственно, и является восхищением, она происходит до этого. То есть, когда будет построен третий храм, описанный в пророчестве Езекииля, то в восточные ворота должны войти избранные от четырех ветров, которые Езекииль называет славой Господа. И вот эта слава Господа войдет в восточные вороты, когда начнется освящение жертвенника. А освящение жертвенника занимает 10 дней, от Йом-Теруа до Йом-Кипур. И в эти 10 дней непрерывный поток людей будет входить, людей в белых одеждах, будет входить в третий храм, через восточные ворота. 10 дней. И вот этот момент, это и есть восхищение церкви, потому что это явление тела Иисуса Христа, осуществление его, воплощение, вот в это вхождение в восточные ворота. Но сам момент восхищения наступает в мгновение ока, при последней трубе, то есть при седьмой трубе. Когда восточные ворота будут закрыты, это занимает действительно один миг, одно мгновение. Закрытие ворот, это быстро происходит. В этот момент закрытия ворот, при завершении дня Йом-Кипур, происходит моментальное изменение статуса вошедших в восточные ворота. Потому что закрытые ворота отделят навеки вошедших в эти ворота от всего остального мира. Потому что те, которые вошли, они вошли в теле Христа. Это явление тела Христа, это явление самого Господа. И об этом будет и объявлено дальше. Езекииль говорит, что ворота эти будут закрыты, потому что Господь Бог вошел ими. То есть в начале Езекииль, в 43 главе, говорит, что в эти ворота входит слава Господа. А в следующей главе, он говорит, что эти, в 44 главе, он говорит, что ворота будут закрыты, потому что Господь Бог Израилев вошел ими. И вот это есть момент восхищения церкви, потому что с этого момента уже не будет никакой легитимной церкви на земле, никакого легитимного клира, никаких конфессий, они все нелегитимны, потому что Господь сам вошел в эти ворота. И он с того момента в храме, после дня Йом-Кипур. Но вот это явление избранных, оно не будет принято. Оно вначале не будет принято ни иудаизмом, ни христианством. Что и поставит на крыле этого святилища, на крыле христианства, мерзость запустения, мерзость, отрицание, явление Иисуса Христа в третьем храме, в лице избранных от четырех ветров, которые туда вошли. От этого дня, с 11-го тишерей, начнется отсчет 2300 вечеров и утр мерзости запустения. И эта мерзость запустения будет идти одновременно. В иудаизме, отрицающем храм, и отрицающем святых, и отрицающем Иисуса Христа как Мессию. И эта мерзость будет в христианстве. Но христианство не будет отрицать Иисуса Христа, но будет отрицать храм и избранных как святых божьих, которые явились в храм. Поэтому в начале эти сроки накладываются. То есть каждый день отрицания Иисуса Христа это отрицание вечерней жертвы. Потому что Иисус Христос умер вечером. Каждый день отрицания явления избранных в храм это отрицание утренней жертвы. Потому что наступающий тысячелетний вот этот вот один день Господень, День Господень тысяча лет, и вот этот тысяча лет период, У него есть утро. Восход солнца это явление Господа в храме, это утро этого тысячелетнего дня, дня Господня. И вот это вхождение избранных святых в восточные ворота, это есть утренняя жертва, утреннее жертвоприношение. И отрицание этих святых как жертвоприношение, потому что они самих себя принесли Господу, вот это отрицание будет мерзостью запустения для утра. Каждый день отрицание такой жертвы это отрицание мерзость запустения для утра. В начале они будут вместе идти, то есть отрицание иудаизмом утреннего жертвоприношения святых и вечернего жертвоприношения Иисуса Христа и отрицание христианством только утреннего жертвоприношения. Они накладываются, поэтому каждый день будет считаться и утро, и вечер. Но после того, как иудаизм покается при шестой чаше гнева, останется только отрицание со стороны христианства. Поэтому дальше будет только счет одних утр каждый день будет добавляться к общему счету. То есть вот в этом вся загадка 2300 вечеров и утр. Но нас интересуют вот эти вот осуществления в теле Христа праздника Сыккот. Так вот, когда иудаизм перестанет отрицать, что храм это есть осуществление пророчества Изекиля и явление святых туда из народов, это явление самого Господа Бога Израилева. И что Иисус есть истинный Мессия, который послал этих святых. Так вот, когда израильтяне, плотские израильтяне, евреи примут этих избранных святых, то этим святым будет позволено построить город Явышамма в Израиле. И вот этот город, это то, что описано в Откровении, когда сказано, что город великий родился в трех частях. И потом сказано, что из этого города град величиной в талант поразил вот эту вот блудную религию христианства. То есть, на самом деле, это, конечно, не физический град, а град талантливых слов. Талантливых слов, именно имеющих силу святого духа и талант святого духа. Вот эти слова поразят вот это все христианство, которое оставалось на земле, которое плотское, которое следовало за земными вождями, за царями земными, за лидерами этих динаминаций, оно все будет поражено. И после этого как раз и человечество и сможет войти в тысячелетнее царство, и все язвы эти закончатся, которые были после закрытия восточных ворот. То есть, осуществление вот этого, когда мы будем восхищены на облаках встретения Господу, это город Ягвешама, когда он явится. Вот этот город Ягвешама, он должен явиться в Симхат-Тару, в последний, восьмой, главный день праздника Суккот. И поэтому вот это восхищение, когда на нас сойдет вот такой дух, что мы сможем в славе Божьей произнести вот эти слова против всего этого мира, объединенные вместе и собранные на земле Израиля, в городе Ягвешама, это конкретное место в Израиле, большой город, который будет построен, как это описано у Езекииля. Так вот, вот этот момент, это и есть то, что произойдет в праздник Суккот. То есть, это скорее не восхищение, а наоборот, явление Господа в силе и славе, которые уничтожат всю эту вот земную власть зверя, земные вот эти вот деноминации грешные, которые пошли за зверем. Они будут уничтожены в тот день, то есть, после вот этого явления этого города. Поэтому это совсем не то, что сейчас ожидают верующие, когда думают, что они куда-то влетят. Восхищены будут именно в дни праздника Суккот. Ничего такого вообще не будет. То есть, вообще никакого улета не будет. То, что когда святые входят в восточные ворота храма, когда он будет построен, этот храм, в соответствии с Езекиилем, это, ну, момент, когда женщина рождает младенца, и дитя будет восхищено. То есть, те, которые вошли, они восхищены к престолу Бога. Сама же жена, то есть, те, которые соучаствовали в этом великом деле, в строительстве храма там, помогали избранным быть собранными, приехать в Израиль, поддерживали их материально, поддерживали строительство. Вся вот эта вот женщина, она будет скрываться в пустыне. То есть, на земле будут совсем другие явления. Там будет великое обольщение, обольщение богатством, обольщение тем, что наступила мир и безопасность. В этом никто не будет обращать внимание на то, что там какие-то люди, какие-то святые якобы, они собраны, там храм построил. То есть, люди будут за другое смотреть. Они будут смотреть на чудеса и знамения зверя. То есть, на чудеса, которые будут в этом мире происходить. А это сказочный экономический рост, рост благосостояния для всех народов. Они будут в это погружены, в молитвы за благосостояние, в молитвы за то, чтобы создать вот эту систему зверя. Люди будут поглощены. И в таком потоке, когда вот эта вода из уст дракона будет пущена по всей земле, никто не будет обращать на каких-то людей, которые там пируют в храме. И кому они нужны, потому что будут к другому стремиться люди. Так вот, вот этот период обольщения вот этим зверем, он закончится, когда будут последние чаши гнева. Когда в начале царство зверя станет мрачным, потому что они поймут, что материальный рай – это на самом деле не рай, а ад. И потом, когда уже при шестой чаше гнева появится возможность создать город, построить город Ягвы-Шамма. И, наконец, когда при седьмой чаше гнева град слов талантливых из этого города уничтожит все вот эти вот земные религии, которые поклоняются зверю, благосостоянию всей прежней системе мира. И тогда на земле восторжествует небесное царство.